Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звезды русского мира» и я, Ирина Бреусова, приветствую вас. Работы этого мастера, этого художника живут в самых разных уголках земного шара. Ключевой темой его творчества является добро и трепетное отношение к женщине. И сегодня у нас в гостях почетный академик Академии художеств, член Союза художников Советского Союза, президент Международной Академии Добра Григорий Викторович Потоцкий. Григорий Потоцкий – скульптор и живописец с мировым именем, член Международного Союза художников при ЮНЕСКО и Союза художников СССР, участник более ста персональных российских и зарубежных выставок. Художественный дар Потоцкого оценили многие выдающиеся деятели культуры и искусства – Паоло Коэльо и Жерар Депардье, Милорад Павич и Берт Хеллингер, Наталья Андрейченко, Эмир Кустурица и многие другие. Он создал галерею бронзовых портретов выдающихся деятелей современности – патриархов России Кирилла I и Грузии Ильи II, академиков Андрея Сахарова, Юлия Харитона, писателей Тонино Гуэрра, Александра Солженицына и других. Памятники, созданные Григорием Потоцким, установлены в десятках стран мира – от России до США. Художник считает, что закон – это застывшая несправедливость, а все сложнейшие современные проблемы в мире нужно решать, используя принцип доброты. Здравствуйте, Григорий Викторович! Здравствуйте! Мы все очень рады вас видеть. Будем говорить о добре, будем говорить о вашем творчестве, о том, что вас тревожит и что радует на сегодня. Но я в начале передачи сказала – трепетное отношение к женщине. Вот женский образ, он для вас чем является? Вы как-то даже сказали, что женщина – это редактор мужского ума. А еще я сказал, что Бог смотрит на мужчину глазами женщины. И вообще с этого началась моя жизнь. Я появился на свет благодаря женщине. И когда я задумывался о мире, я ведь не просто художник, каждый художник по-настоящему еще и философ. И я подумал, откуда столько несправедливости? И главное несправедливости – это отношение к женщине, как ее понимают, как к ней относятся. И поэтому я сделал женщину своим главным образом в своем творчестве. И пытался через нее понять весь мир. И я открыл для себя, что женщина – это богиня, что это образ чистоты, образ красоты – это муза, который нам, мужчинам, дает возможность творить и создавать. Я создал сотни картин. И эти картины помогли этим женщинам изменить их жизнь, понять себя лучше, увидеть, насколько они прекрасны. Ведь мы, художники, рассказываем людям о них, о себе. А как вы считаете, вот в чем заключается миссия женщины? Миссия женщины, поймите, женщины во всех отношениях первичны. Мы мужчины, к сожалению, вторичны. Но это надо признать. И женщина сохраняет мир. Она несет мир. Ее сердце всегда наполнено любовью и добротой. Без этих начал мир давно бы уже не был. Поэтому, если мы не понимаем женщину, то мы не можем найти мира ни для нее, ни для себя. Но самое главное, самое главное, нужно понимать, что твое отношение к женщине – это и есть та правда, которая утверждается в мире. И поэтому я всем своим творчеством всегда пытался изменить отношение женщины самой к себе и то отношение, которое имеют мужчины к ней. Для меня это было самым главным и самым важным. Потому что самая большая несподлилась. Опять говорю, это отношение к женщине – дискриминация. Во многих отношениях, по всему миру. И только сейчас женщина вырвалась. Вот смотрите, наша страна называется Россия. Россия женского рода. Вот как вы считаете, что сейчас происходит с этой женщиной? Как ее защитить? Вы знаете, очень часто мы говорили о мстианской роли русского народа. Я думал, что такое мессианство? Что такое мессианская роль русского народа? Я открыл для себя. Во-первых, это русская женщина. Во-вторых, это русский язык. Вот одно слово – доброта. Вот достаточно понять слово доброта, которого нет ни в одном языке мира, так как оно звучит на русском языке. И эта доброта, которую несет русская женщина, которая своей добротой, своей любовью выживает при любых обстоятельствах и помогает выжить нам, мужчинам, это и есть роль, мессианская роль русского народа. По той причине, что слово добрый имеет два смысла. Добрый как добрый. И доброта – добро как богатство. И поэтому ты можешь быть богатым, только когда ты добрый. Не иметь 100 рублей, не иметь 100 друзей. И ты будешь богатым. Вы понимаете, вот эта мессианская роль, она и является главной. Понять это слово. Если люди начинают понимать слово доброта, я добавляющее благодарность, и жизнь полностью меняется. И вот через русскую женщину, это больше всего распространяется по всему миру. И сейчас, когда русская женщина, ну буквально во всех странах мира, когда открылись границы, такой женщины больше нигде нет в мире. И женщина едет во все уголки планеты, и она несет наш русский язык, она несет нашу культуру. Она опотворяет добротой и благодарностью мир. Я считаю, что сегодня благодаря русским женщинам мы захватили мир. Да. В хорошем смысле этого слова. Ну, это замечательно. Вот вы очень часто говорите в самых разных интервью о том, что сейчас происходит с нашей страной. говорите о том, что сейчас очень мощное идет давление на нашу страну извне. Имидж страны падает. Вот вы, как человек известный в нашей стране и во всем мире, я бы уже сказала, какую видите вот свою задачу, свою миссию для того, чтобы каким-то образом, может быть, сгладить эти острые углы? Очень глубокие и очень серьезные вопросы. В 91-м году, когда распался СССР, я понимал, что самый главный удар будет нанесен по имиджу России. Россию будет растаптывать, потому что великая культура, это великая страна. На самом деле, вы понимаете, в 91-м году мир очень много потерял. Как бы ни было трудно в эпоху СССР, как бы много было тогда несправедливости и вообще-то и неправды, тем не менее, русский народ выстрадал какие-то очень важные принципы. Наш русский народ не поклонялся золотому тельцу. Мы любили науку, литературу, поэзию, музыку. Мы поклоняли всему. Для нас это было главное. Все материальное, оно было где-то на втором плане. Мы не были обществом потребителей. Это были люди удивительные, с энтузиазмом готовые служить делу. Это была эпоха, когда каждый пытался служить обществу, и это считалось достоинством. Это было потеряно. И поэтому я посчитал, что для меня, как для художника нового времени, важно укреплять имя России. Я поставил 135 памятников в 45 странах мира. Это Пушкин в Германии, в Китае, во многих странах мира. В Маниле. В Маниле я установил Достоевского, Толстого. Толстого я установил в Вашингтоне. Толстого только что установил в Будапештине. Даже площадь имени Толстого назвали. Чехов в Шри-Ланка, Чехов в Токио, Чехов в Ницце, Тургенев под Парижем. И так далее. Но главное, не только это для меня, главное, я еще создал Академию Доброты Международную. Для чего? Потому что нужно подсказать людям, в чем выход. Вы понимаете, когда идет такая бесконечная борьба, когда очень трудно спорить, я понимаю, что выход только в одном. Каждый человек живет настолько хорошо, насколько он добрый. Это первое для меня было открытие. А потом я вывел четыре главных закона. Первый. Человек, только когда человек, когда он добрый. И мне стала понятна вся история, история войн. Человечество еще не началось, человеческая история. У меня был в гостях Эдгар Морен, великий французский философ. И когда я ему рассказал о своей Академии, и сказал, человек, когда он добрый, он воскликнул, Григорий, чеческая история еще не началась. Второй пункт. Доброта решения всех проблем. Вот как жить? Ведь законы, которые сделаны многие с позиции силы. Многие стороны опоздали к этому вселенскому пирогу. И что теперь? Жить по законам где-то там? Без спор идет спор. Из-за этого спора начинается война. И я хочу сделать главным, принцип доброты при решении международных проблем. С этой целью я ставлю по всему миру одуванчики. Почему именно одуванчик? Почему там ни ромашка, ни тюльпан, ни роза, казалось бы, вот такой королевский цветок? Почему именно одуванчик? Но даже ко мне зашел в гости Михаил Задорнов. И говорит, Григорий, ты можешь сделать памятник одуванчику? Я вздругнул. Потому что в эту самую секунду я наконец-то увидел свой символ, что одуванчик состоит из ладошек, открытых ладошек и открытых глаза. Ведь когда мы встречаемся, мы распахиваем ладони и смотрим глаза друг к другу. Ладошки образуют форму шара. Значит, пока мы добрые, земля будет. И представляете, одна ладошка упала на листике, как губы. Ведь достаточно подойтый одуванчик, и он рассыпался. А если наступить, тем более. А оказывается, он тут же прорастает двадцатью другими одуванчиками. То есть добро неуничтожимо. Но самое главное, конечно, эти самые четыре положения, которые я пишу под одуванчиком. Там, где доброта, там нет границ. Доброта и благодарность главный закон человечества. То есть до всего мира я хочу донести два этих слова. И достаточно каждому человеку понять просто эти два слова. И его жизнь полностью изменяется сразу. Не надо ждать, когда изменится все общество. Не надо ждать, что что-то произойдет в мире. Достаточно самому услышать и понять эти два слова. Я часто всем задаю вопрос. Вот представьте, у вас есть друг, который добрый, благодарный к вам. Что вы будете делать? Ой, если есть такой друг, я всем помогу, я ему все отдам. А я говорю, а что мешает тебе быть таким? Вы знаете, вот слово доброта и благодарность это самые запрещенные слова в мире. Самые запрещенные. Почему? Самые преследуемые. А потому что то начало, которое у нас есть и те пять процентов наших, которые обслуживаются с начала, это в общем у нас сидит начало животное, которое должно развиться только в человека. И вот это самое животное, оно себя защищает, потому что доброта его уничтожает. Ну вспомните все пословицы. Не делать доброты, не будет беды. Почему? А потом, когда человек становится добрым, он становится другим, он становится неуправляемым, независимым. Понимаете, добрый человек никогда не делает плохое. Его нельзя заставить, его нельзя принудить. Поэтому добрый это всегда свободный. Ну, вы вот все правильно говорите. Как доброму человеку тогда выжить в этом жестоком мире, который окружает этого доброго человека. Ведь, посмотрите, быть добрым на самом деле не так-то и просто. Конечно, для этого надо иметь огромное мужество и силу. Если ты добрый человек, ты обязательно очень сильный. Добрый человек, добрый человек выжит при любых обстоятельствах. Я родился в ГУЛАГе, мои родители были созданы в Сибирь. И вы знаете, и те, кто помогал другим, ему тоже помогали. Те, кто отвечали добротой, ему отвечали добротой. И поверьте, когда очень тяжелое время, когда очень тяжело, в этот момент люди становятся почему-то очень добрыми. Потому что доброта это та сила, то нравственное начало, которое дает возможность людям выжить при любых обстоятельствах. Вас очень часто, Григорий Викторович, не то чтобы сравнивают, а видят в вашем творчестве что-то общее с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Вот вы с этим согласны? И как вы думаете, что видят, что объединяет ваше творчество и творчество великого поэта? Вы знаете, было очень тяжелое время в моей жизни. Это 93-й год, я приехал в Москву, у меня 5 долларов в кармане, я живу в банном переулке в Москве, во дворе 200 машин мусора, на этом мусоре играют дети, дом под снос, художники его захватили, бегают тараканы, крысы. Захватили художников. Да, художники стали там жить. И ЖЭК нам разрешал по той причине, что мы платили за воду, за газ. Это было страшно. Я думаю, как же так можно жить? И вот в этом ужасе, когда крысы прыгают с потолка даже, такие вещи были. Я спрыгну, снится мне сон, что я Пушкин и что я ставлю памятники по всему миру. Я так удивился, думаю, ну все. Так уж плохо дела, раз ты уже Пушкин, точно сходишь с ума. Тут мне стучат двери, я просыпаюсь, меня зовут в город Щелков. И мне действительно предлагают вставить памятник Пушкину. Как говорится, в сон в руку. И с тех пор я поставил, наверное, 15 памятников Пушкину по всему миру. От Филиппин до Америки. И Пушкин, он главный среди плеяды людей доброты. Почему я ставлю памятник тем людям, которые совершили что-то очень доброе? Пушкин сказал гениальную вещь. И он ответил на все вопросы. Гений и злодействие – вещи несовместимые. Это что значит? Зло всегда посредственно. Вот вздумайтесь об этом. Зло всегда посредственно. Оно деструктивно, оно разрушает. Все, что разрушает, все деструктивно, оно не может быть априори гениальным. Григорий Викторович, я в начале передачи сказала, что ваши памятники, ну вот как огромная такая семья, живут по всему миру и объединяют народы, объединяют сообщества, объединяют художников, поэтов, писателей. Вот скажите, сколько вообще всего памятников, и это чаще всего поэты, писатели, или есть памятники, которые посвящены другим людям? Может быть, это артисты, может быть, какая-то интересная женщина. Дело в том, что, вот, например, в Америке у меня 15 памятников, и один из самых лучших это памятник адмиралу Урае Левии за то, что Урае Левии отменил телесные наказания на флоте. Вы представляете, он сделал величайший шаг доброты, и он сохранил тот домик Джефферсона, который хотели продать с молотка, человек, который написал Конституцию Америки. Или я там поставил памятник праведникам Филадельфии, люди, которые спасали вире во Второй мировой войне. Или я поставил памятник Рахманинову, композитору в Нордхептоне. Ведь он первый концерт, который дал в Америке 100 лет назад, уже больше, чем 100 лет, я к столетию поставил памятник. Он все время высылал деньги в голодную Россию, портному, продавцу, аптекарю, всем, кого он и знал, которые умирали с голоду, и он поставил им деньги. Он один раз только отказал, когда попросили на похороны. Он сказал, помогают только живым. И вот таким людям я устанавливаю памятники. Например, матери Терезы, я устанавливаю в Москве. Вот когда я работал над памятником Хачатуряну, я вдруг почувствовал, что такое геноцид, как его передать, насколько это страшно, как надо сегодня говорить об этом. Ведь на самом деле мы не понимаем, что мы сейчас, в общем-то, живем в эпоху геноцида, когда уничтожается очень много, и мы не замечаем, что происходит. в том числе и в нашей стране. Ну да, традиции, культура, конечно. Традиции, культура. Мы живем в страшное время, но, понимаете, вот мы живем в одно страшное время, но я еще говорю всем, самое темное время – это перед рассветом. Получается, что мы уже до такой степени находимся во тьме, что должен произойти некий поворотный момент, и должно пойти развитие, наоборот, вверх по спирали, да? 17 лет назад, когда я создал свою академию и заговорил о доброте, очень люди, многие на меня смотрели, говорят, какая доброта? Тополя нужны. Многие люди жили по понятиям. Слово «доброта» было не модным. Люди гордились знакомства с преступниками. Да. А сегодня по всей России созданы сотни организаций со словом «доброта». Сотни. Вот моя маленькая академия, моя маленькая академия, откуда вышло это слово? День доброты, неделя доброты. Теперь в Ульяновской области уже десятилетия доброты хотят отмечать. То есть это стало вдруг понятно. Понятно, вот я, когда тогда обратился к Путину и к патриарху Алексию о том, чтобы один идеологический парень, один идеологический праздник изменили и назвали бы днем доброты. Но это же чиновники, они это услышали. Назвали. Да, 4 ноября будет 10 согласий, день добрых дел. Так и было. Мне все поздравляли, день добрых дел, согласие. Ну как можно слово согласие в таком обществе, которое разваливается? Ведь много несогласных. И они подарили оппозицию слово «несогласные». А потом вообще перевели в слово «единство». И люди не понимают праздник. Нам сегодня нужна доброта. Доброта нас объединит. И не только нас. Объединит весь мир. Я хочу, чтобы вокруг слова доброта объединилось все человечество. Григорий Викторович, посмотрите, открывается огромное количество храмов в нашей стране. Даже те храмы, которые были уничтожены, они восстанавливаются. Люди, казалось бы, поворачиваются к Богу. Опять детей крестят, приобщают к молитве. Вот скажите, это каким-то образом сможет помочь вырулить Россию на другой путь и повернуться все-таки лицом и к Богу, и к доброте? Вы знаете, мы плохо знаем свою историю. Мы не извлекаем уроки из этой истории. И то, что случилось в 1917 году, значит, что-то было неправильно. Значит, что-то было не так. Почему народ восстал и рубил иконы, и сжигал церкви, и все остальное? Значит, они там вдруг потеряли Бога и пытаться теми же методами воспитывать народ, как и стоит 200-300 лет назад, сегодня, когда такая наука и техника, Бог значительно глубже, сложнее и ближе. Он не так нуждается в обрядах. Да, когда люди вышли только из лесу, вот все эти бесконечные обряды, молитвы, все это бесконечно нужно. Это огромная культура. И церковь сделала бесконечно много и дальше будет делать. Но вы поймите, все ушло вперед, время ушло вперед. Вы понимаете, я понял, что вот надо быть добрым и благодарным. Вы поймите, вот в Библии написано там 10 заповедей. Не убей, не укороди и так далее. Людям говорят. Вы знаете, а ведь мы пошли дальше, мы теперь знаем, как, чтобы этого не было. Там говорится, просто не уби, не укороди. А я говорю, будь благодарен. Будь добрый и благодарный. Если ты будешь добрым, человек знает уже как. Уже не надо ему, не делай. А просто будь добрый и благодарный. И все эти 10 заповедей будут. Мир идет дальше. Бог становится нам ближе. Но то, что все возрождается, я только за. То, что возражаются иконы, храмы, это безумно красивая музыка. Я все это приветствую. Но этого мало. Этого сегодня очень недостаточно, считаю. Григорий Викторович, скажите, вот у вас Академия Доброты. Но вы же не один в этой Академии. Как можно стать членом этой Академии или участником каких-то событий? Сколько у вас учеников в этой Академии или академиков? Расскажите подробнее. Когда Академия начиналась, нас было 4 человека. Юра Куклачев, главный идеолог. Он больше всех пишет о доброте делать. Он создал дворец Доброты Хрустальной у себя в театре. И Наташа Андреевичка, близкий мой друг, который везде на всех передачах говорит о доброте и пропагандирует и своим гражданской позиции, своим отношением к миру. И Федор Конихов. Все это герои моих, конечно, портретов. Кстати, Куклачев, Конихов и вы чем-то даже похожи, как три брата-акробата. И вот когда были первые дни доброты, которые мы праздновали в моей мастерской, мы были чаще все вместе. На самом деле, на самом деле, получить звание Академика Доброты нереально. Реально только одним образом. Назначить себя сам. Григорий Викторович, наша передача подходит к концу, хотя это так быстро произошло, прошло, так незаметно прошло время. Но я очень хочу задать вот именно такой вопрос. Если мы говорим о доброте, вам не кажется, что все-таки нужно обратить внимание на образование в нашей стране? Потому что, мне кажется, все начинается с воспитания детей, с того, что происходит в семье, что детки читают, что они слышат от родителей. Вот как вам кажется, стоит ли образование наше? Это вообще самое главное. С детского сада, со школы, в институте, все программы, все учебники, все образование должно быть построено таким образом, чтобы воспитывать в человеке понимание доброты и благодарности. Григорий Викторович, вот казалось бы, все уже, вот столько вы всего сделали, но я знаю, что творческий человек, он никогда не останавливается, он никогда не довольствуется тем, что он уже сделал. Какие у вас мечты, какие планы, чего вы еще хотите подарить этому миру? Вы знаете, я сейчас сделал протопопа Вакума, большой трехметровый памятник. Ведь подумайте, вот старообрядцы, он пошел на костер, сознательно пошел, его сожгли во имя веры в Бога, и тысячи людей пошли за ним. Представляете, какой величайший подвиг совершили русские люди. Они пошли на костер за то понимание Бога, которое у них было. Они не понимали, как можно креститься по-другому. Мы ведь так веками крестились и сожгли сами себя. Величайший подвиг. И вот смотрите, я делал этот памятник, работа получилась, чем многим нравится. Я привез, так как мы не смогли завести в манеж, не смогли физически, мы посадили возле одной церкви, временно. Вышли на утро священники, еритик, мы его поклинаем каждый день. 400 лет прошло. Русский писатель, первый русский писатель, и вдруг он еритик. Вдруг он, как же так? Не прошло, не произошло осознание, что это был величайший подвиг вообще русского народа. И вообще оказалось... А, кстати, в школьной программе вылежали летописи, протопопы, аввакуумы. Это же первый русский писатель. Ему исполняется 400 лет в 2020 году. Вы представляете, это уникальное событие. И ему нет места в современной жизни. Мы за 400 лет так и не стали ничего понимать. Григорий Викторович, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам за то, что вы есть у нас, у нашего народа. И я понимаю, что вы, мастер вот такой величины, несете с собой не только добро, но еще понимание искусства, понимание образа и понимание того, как все-таки дальше нужно нам жить. Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго. Новых творческих побед. И еще очень много. Целый букет одуванчиков по всему миру. Спасибо. Обязательно. Этого человека называют великим скульптором, художником, творцом, а кто-то чудаком. Но как бы его ни называли, все его знают как потрясающего человека, который несет в эту жизнь и в мир добро, понимание Бога, а самое главное – взаимопонимание между людьми. Это была передача «Звезды русского мира». Я, Ирина Брёсова, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин